Доченька Да, мой сыночек спасет. Он всегда везде успевает. Вы вырастили прекрасного сына. Мужественного, честного. Человек рядом с ним чувствует себя в безопасности. И разговаривает он очень мило. Сегодня мы вместе провели с ним время. Я даже не заметила, как время прошло. Я очень рада, что вы поладили. Да, кажется, мы поладили. Я много лет так не привязывалась к людям, как к нему. Но если бы у нас было еще немного времени, и мы могли бы еще немного времени побыть вместе. На самом деле, есть кое-какие документы, которые нужно отвезти в кафе. Ну, то есть, если ты хорошо себя чувствуешь, можно брать их к нему. Заодно увидишь кафешку. Ой, конечно, если ты поможешь решить дела господину Ягыза. Какая же ты заботливая. Господин Ягыз очень хороший человек. Я очень хотела бы ему помочь. Девушка, которая станет его женой, ей очень повезет. Что ты несешь? Что это за одеждасть? Что за наглость? Однан, что случилось? Ты чего так разозлился? Что может быть, Нормен? Хотя эта девушка здесь мирная домработница, как она смеет обсуждать с тобой Ягыза. Ты тоже посадил ее, как гостью на диван, и слушай, что она говорит. Ты меня послушай. Ты здесь работаешь. Тебе это ясно? Знать свое место? Не надо часто произносить имя моего сына. Однан. Ну, ради бога. Она что, что-то плохое сказала? Что она сказала? Или она сплетничала? Она разговаривала со мной. Со мной. С матерью его. Нет, то есть она сделает что-то некультурное? Если она что-то не то скажет, я ведь ее могу сама заткнуть. Да ладно тебе. Ты их всех балуешь, а потом они садятся тебе на шею. Возиться, в конце концов, опять не придется. Послушай, если я еще раз услышу, что ты такое говоришь, ты соберешь весь свой шмот и вылетишь из этого дома. Ты меня услышала? Мне очень жаль, господин Однан, но это больше не повторится. Пошла спрочь с моих глаз. Госпожа, ты слишком по-доброму относишься к этой служанке. Это я тебе говорю с хороших побуждений. Значит, в служанке, да? Когда я выставлю тебя за дверь, ты узнаешь, кто тут служанка, а кто нет. Жди своего часа, господин Однан, дожидайся. Я что, таких все не знаю? Тоже мне девушка, которая станет женой Ягызы, и так висешь. Она чуть гостиную не обстоявила. Однан, Мелек, она не такая. Мермин, ну не будь ты такой наивной. Ой, они все одинаковые. Им всем нужны только деньги. Она хочет тебя, Ягызы, усыпить и сесть на денежки, как следует. Ну и думай так дальше. Мелек не такая. Ей не нужны деньги. Даже если не так, она не достойна моего сына. Нет, ну понять не могу. А чего в ней не так, а? Если Ягыз полюбит ее и забудет Эйлюль. Ну, а что в ней не так, а? Ты хоть понимаешь, что ты говоришь, Мермин? Она что, ровня моему сыну? Неизвестная какая-то прошмандовка из непонятной семьи. Какая-то подошва. Как ты можешь ее ровнять сыном своим, а? Если я мог позволить такое, то Эйлюль бы стала женой Ягызы. Как минимум он бы ее любил. Ну и ладно тогда. Пускай наш сын не забудет Эйлюль. Пускай он постепенно погасит, умирая в своей боли. Пускай наш сын на наших глазах растает, а ты оставайся зрителем этого всего. Не волнуйся, такого и не будет. Я нашел девушку для моего сына. Кого? В скором времени ты ее узнаешь. КОНЕЦ